Здравствуйте! Меня зовут Том Кентер и я хотел бы рассказать вам о самом удивительном событии в моей жизни. Я закончил Калифорнийский университет, Сан-Диего, биохимический факультет и я начал собственный бизнес у себя в гараже со 130 долларами в кармане. Местный бизнесмен меняет жизнь людей в разных странах. Том Кентер начинал со 130 долларов и сейчас является самым популярным работодателем в Сенте, Текате и открыл новый филиал в Эфиопии. Наш репортер Шерри поделится, что Том дает своим работникам и как это на них влияет. Мать двоих детей Гваделупы Орега имеет большие нужды, несмотря на то, что у нее почти ничего нет. Даже для такого простого занятия, как мытье посуды, ей приходится выходить из дома, который она и ее сын построили своими руками. Мы строили под кирпичиком один за другим. Она живет и работает в Текате, маленьком городе в Мексике. Я не плачу за квартиру. Это дом мой. Это дом Гваделупы. Крыша сделана из фанеры, пол из плитки. Ее холодильник-вентилятор, а в туалете нет воды. Она набирает воду для туалета, кухни и даже для того, чтобы постирать одежду. Для многих это сложно назвать домом, однако для нее и ее семьи это самый лучший дом, который у них когда-либо был. Это моя кухня. Это мой туалет. Ее жизнь начинается с малого, но она возможна, потому что она зарабатывает в два раза больше того, что было у нее на прежней работе в Текате, в компании, которая делает тесты на беременность. В это время в другой части мира, в Эфиопии. Эти мусульманские девушки понимают Гваделупы как никто другой. Они работают в той же компании, только в тысячах километрах от нее. Воды здесь недостаточно, а душ это редкое явление. Некоторые дети ходят босиком по три часа по диким холмам и горам. Женщины работают для того, чтобы выжить. Мы хотим начать, нанимая на работу только женщин и платя им в шесть раз больше того, что они зарабатывали, чтобы они почувствовали себя победителями. Все они работают на Тома Кентера из Эклахомы. Начиная со 135 долларов, со своего гаража, его бизнес теперь разросся до трех интернациональных филиалов. Но эта компания отличается от других. Мы знаем, что учим людей строить свою жизнь. Мы это знаем, и это ответственность, которой мы не можем пренебрегать. Компания основана на христианской вере. Мы всего лишь люди, помогающие другим людям, и это самое главное. У компании нет долгов или инвесторов. Кентер проверяет, чтобы у всех была возможность на бесплатное медицинское обследование, включая окулисты и стоматологию. Также для работниц есть возможность отдать детей в детский сад. Детей учат о важности здоровья уже с малых лет. Мы учим родителей принципам здорового питания. Мы говорим о важности сбалансированного питания. Никто здесь не голодает. Всего лишь за один доллар работники могут есть столько, сколько хотят на завтрак и обед. Это странная концепция, просто кормить людей. Потому что дети здесь действительно голодают. Но это не то послание и не та история, которую я хотел бы поделиться с вами. Это не та главная история моей жизни. В это воскресенье во время служения кто угодно мог подойти ко мне и спросить, что такой приятный еврей, как я, делает в церкви. И я хочу рассказать вам о том, что со мной произошло. Я бы хотел начать с самого начала. Я родился в еврейской семье. Оба моих родителей были евреи. Мои предки по папиной линии были раввинами и канторами в Литве. Мой прадедушка был раввином в Питтсбурге. Мой прадедушка был раввином в Вирджинии. Все мужчины моего рода были раввинами и канторами в Литве. Я был таким плохим ребенком, что родители отправили меня в военную школу. Я был очень испорченным ребенком. Настолько испорченным, что родители отдали мне военную школу, когда мне было 7 лет. Ну, во-первых, еврейские родители обычно не отдают своих детей в военные школы. Это было очень необычно, но они это сделали. И первое указание, которое дали мне в военной школе, было «Это пожарная сигнализация. Ни в коем случае ее не трогай». Это было как приглашение для меня. Каждый день мне хотелось потрогать пожарную серию. И однажды я тронул ее, но стекло оказалось слабым, и пожарная сигнализация сработала. Тогда я с позором был выгнан из школы. Когда мне исполнилось 15, мой отец уже не знал, что со мной делать, и он отправил меня к своему другу, который был главой факультета психологии в университете Лос-Анджелесе. Он сказал ему, скажи мне, что с этим мальчиком. Мы поговорили, психолог задал мне много вопросов, я отвечал. В тот день почему-то я хорошо себя вел, мы довольно мило пообщались, и он сказал моему отцу, «Мальчик-то хороший». «Да, мальчик хороший, а вот город Лос-Анджелес нет». Он сказал, отправь его подальше в какую-нибудь школу-интернат. Мой папа начал искать мне такое место и нашел школу в Швейцарии, и отправил меня туда. И вот я в 15 лет совсем один лечу в школу-интернат. Мой самолет приземлился в Нью-Йорке, и вместе с ним я и мой багаж с моими документами и пластинками. Это было в 1965 году. Мне нужно было найти корабль «Королева Мария», потому что я на нем должен был плыть в Швейцарию. Я был совсем один и радовался своей свободе. И вот я подошел к кораблю на причал, где люди обычно доставали платочки и махали им с берега тем, кто уплывал. И тогда я осознал, что мне никто так не помашет. Я совсем один. И я еду в то место, где раньше никогда не был. И когда корабль отплыл, я узнал, что со мной едут еще четверо учениц, которым нужно в то же самое место, в ту же самую школу, что и мне. И это были одни девочки. Мы приплыли во Францию, сели на поезд до Швейцарии, и не прошло и семи недель, как я попал в полицию за распитие алкоголя и драки. Это было в субботу, и мне сказали, «Помнишь, когда ты приехал, мы купили тебе и всем остальным ученикам обратный билет домой?» Мы собираемся его использовать. Ты отчислен из нашей школы и поедешь домой. Я не очень хотел ехать домой в Лос-Анджелес, поэтому я засунул несколько лезвий в карман штанов, подождал, пока все ученики уйдут из главного здания школы, пошел наверх по лестнице, раскидал книги и сделал вид, что я упал с лестницы и не могу подняться. Приехала скорая, и меня забрали в больницу. Когда мы туда приехали, ко мне подошли, дали мне контейнер и сказали, что им нужен анализ мочи. Я сказал, «Окей». Потом я подождал, пока они выйдут из комнаты, достал лезвие, порезал кончик пальца, капнул три капли крови в контейнер, перемешал с мочой и отдал врача. Это были мои первые эксперименты с химией. Когда врачи вернулись, они сказали, «Ой, ты повредил себе почки». Я сказал, «Ничего себе, все так плохо». Они продолжали приносить мне контейнеры для анализов, я продолжал резать себе пальцы, и когда у меня на пальцах уже не осталось живого места, во вторник врачи пришли и сказали, что мои почки никак не заживают, поэтому необходима операция. Они сказали, что это должно было помочь. Ну, к этому времени папа уже нашел для меня другую школу в Лозане, в которую я проходил два года. Я оставался в школе, но, к сожалению, снова попал в очередную плохую компанию. Там у меня был неприятный опыт с женщинами. Это оставило в моей душе мерзкие воспоминания. Из-за этих воспоминаний я раньше чувствовал себя очень грязным внутри. Я чувствовал себя нечистым, порочным. Это чувство было очень сильным. И оно привело к тому, что я принимал душу очень долго, иногда больше двух часов. Люди удивлялись, что там так можно долго делать. А я мылся и мылся и пытался очистить и отмыть себя. Снаружи мое тело было чисто, но внутри каждый раз, как я вспоминал, все это оставалось, это чувство нечистоты, внутренней грязи. Оно возвращалось ко мне. И я прожил с этой так называемой болезнью до того, как я переехал в университет Майами в Огайо. И я просто не знал, что мне делать. Меня так раздражало это. Я думал даже покончить жизнь самоубийством из-за этого чувства грязи и мерзости внутри. Я думал тогда, может быть, если я найду себе девушку, я буду встречаться с ней. Может быть, тогда бы я отвлекусь и забуду о своем прошлом. Тогда все будет хорошо. В университете, где я учился, в цокольном этаже, были кабинки для слушания музыки. Это было во времена музыкальных пластинок, когда ты мог пойти и заплатить кому-то из управляющих, и тебе включали музыку, и ты мог ее слушать. Кабинки в цокольном этаже были выстроены в линию. Каждой двери было окошко. И тогда я подумал, что так просто. Это как витрины. Я пойду туда, в подвал, в эти кабинки с музыкой, и найду красивую девушку. Я пошел вдоль этих кабинок, заглядывая в окна. Вдруг я видел очень красивую девушку, блондинку с голубыми глазами. Теперь она моя жена, мы уже женаты 40 лет. Так вот как это произошло. Я подумал, как было бы здорово с ней познакомиться. Я постучал в дверь и открыл кабинку и сказал, извините, я хотел бы послушать ту же самую музыку, что и вы, но все кабинки заняты. Да я именно так сказал. Она ответила, да, пожалуйста, заходи. И так я зашел, сел рядом с ней. Я услышал какую-то очень странную музыку, а девушка повернулась ко мне и сказала, расскажи мне, что тебя заинтересовало в африканской племенной музыке? Я был поражен. Африканская племенная музыка. Я ответил ей какими-то непонятными фразами, и мы сменили тему. Я вообще-то был заинтересован ей, а не музыкой. В общем, мы разговаривали, и тогда я сказал ей, что я еврей. Она мне ответила, здорово, я не еврейка, но я очень люблю евреев. И я промолчал и задумался. Я только выпустился из школы в Швейцарии, где все мои учителя были из Северной Африки, из Мулату, Алжира, Туниса, Ливии. И все они были из той части мира. Я сказал ей, после двух лет обучения у них, я был убежден, что никто не любит евреев. Почему ты мне говоришь, что любишь евреев? Она взяла в руки книгу, она была немного потертая, и сказала, видишь эту книгу? Я сказал, да. Она сказала, это моя самая любимая книга. Это Библия. Я сказал, хорошо. Ну, сказала, ты видишь эти страницы? Я ответил, ну да. Здесь нет ни одной страницы в этой книге, которая была бы написана не евреем. Моя любимая книга была полностью написана одними евреями. Она продолжила, мой самый любимый герой Библии, Господь Иисус Христос, еврей. Мы не особо долго говорили на эту тему, время проходило, мы влюбились друг в друга, и я поехал домой к своему отцу. Я сказал ему, что встретил девушку, у него ко мне был лишь один вопрос, только один вопрос. Не о том, красивая ли она. Он спросил, а она еврейка? И когда я ответил, нет, он просто взорвался. Он сказал, послушай, я отправлял тебе деньги каждый месяц, чтобы ты был частью еврейского клуба в университете. Но ты не ходил туда. А теперь посмотри, что ты натворил. Твоя девушка не еврейка. Он сказал, надо решать проблему. Я позвоню своему другу, доктору Ньюману, мы поедем из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, и у нас будет время поговорить. Это был намек, что они будут говорить, а я буду слушать. И все пять часов нашей поездки я слушал лекцию о том, что все нацисты христиане. И что нельзя доверять никому, кто не еврей. И после всего этого длинного разговора был всего один вывод. Расстанься с девушкой. И для меня это было то же самое, что с реализацией. Поэтому я вернулся в Огайо и сказал своей жене, ну тогда еще своей девушке, я сказал ей, срочно нужно пожениться. Она отступила назад и сказала, «Знаешь, там, откуда я родом, девушки обычно делают предложения». Я сказал, «Хорошо, вот я делаю тебе предложение. Выходи за меня замуж, как можно скорее». Поэтому мы пошли к мировому судье в Цинциннате и сказали, что хотим пожениться. Он посмотрел на меня, посмотрел на нее и спросил, «Сколько вам лет, девушка?» Она ответила, «21». Потом он повернулся ко мне и задал тот же вопрос. Я ответил, «19». Он улыбнулся, потом он достал документ и показал, «Вот здесь должен расписаться твой отец, а здесь твоя мать». Я посмотрел на него и сказал, «Этого не случится. Мой отец ни за что не подпишет это». Тогда он ответил, «Извини, вы не можете здесь пожениться». Я спросил, «Так что же нам делать?» Он сказал, «Знаешь ту реку на юге города, река Огайо?» Я сказал, «Да». Я сказал, «Иди туда, иди на юг, иди в штат Кентукки. И все равно, даже если тебе 8 лет, и ты женишься на двоюродной сестре, все равно они тебя поженят». Поэтому в субботу вечером мы поехали туда, зашли в какой-то бар. Я спросил, «Кто-нибудь знает, где здесь мировой судья?» Мне сказали, что он совсем недалеко отсюда, и показали, куда идти. Мы пошли туда, у судьи в руках была Библия. Он спросил, задал нам несколько вопросов, я ответил на них, «Да, да, да». Что на самом деле означало, «Хочу, хочу, хочу, хочу ее». И так мы поженились. Я позвонил родителям. Поскольку мои родители в разводе, сначала я позвонил маме. Я позвонил и сказал, «Мам, я женился». Она обрадовалась и спросила, «Нравится мне быть мужем?» И я сказал, что все замечательно, и мне стоило это сделать много лет назад. Она сказала, что тебе только 19. И потом я позвонил отцу. Это был взрыв эмоций. Мы даже по телефону не могли говорить. Бросали трубку. Чуть позже следующий, кто позвонил мне, был дядя, который работает сержантом во Флориде. Дядя Джек. Дядя Джек позвонил мне и сказал, «Томми, я понимаю, что случилось. Я хочу поговорить с тобой от имени всей семьи». И я ответил, «Хорошо». Он сказал, «Вот как все будет. Ты приедешь к нам, вся семья будет в сборе, никто ничего не будет говорить, на столе будет много денег. Ты возьмешь деньги, пойдешь, получишь развод, и мы все про это забудем навсегда. И ты забудешь про все, что не еврейское». Это было первое предложение. Я спросил, «А какое второе предложение?» Он сказал, «Второе предложение – удачно тебе жизнь». На тот момент у меня не было денег. Конечно, надо было бы сначала взять деньги, а потом принять второе предложение. Но я просто сказал ему, «Я выбираю второе». Мы продолжали жить почти без денег, потом я работал на железной дороге, но я был женат на девушке моей мечты, и я был уверен, что все будет хорошо. Но самое трагичное во всей этой истории – вспоминания о прошлом не оставляли меня. И каждый раз это чувство загрязненности, внутренней дичистоты, возвращалось ко мне. Болезнь никуда не делась. Я понятия не имел, что я буду делать. Чтобы вы знали, я не обсуждал эту тему ни с кем. Никто не знал, о чем я постоянно думал. Это было очень лично. К тому времени я не знал, что делать. Я перепробовал все, что мог, но ничего не помогло. Тогда я подумал, а может быть, Бог поможет мне. Поэтому я купил Библию. Мне захотелось много уединения. Поэтому я сказал жене, что должен работать по два часа в день после работы, чтобы она меня не искала и не волновалась. И я решил, что это будет временем, когда я найду Бога. И поэтому после работы я достал Библию и подумал, что, наверное, начать нужно с молитвы. Знаете, когда я готовился к бармитве, я выучил много разных молитв, но мне не нужны были такие молитвы. Они даже не на моем языке. Они все на иврите. И все начинаются с одной и той же фразы. Я понимал, что не такой молитвы ищу. Я хотел молиться от всего сердца. И я начал. О, Бог! И понял, что хочу, чтобы моя молитва была искренней от меня лично. И я начал молиться. Дорогой Бог, если ты есть... Я не знал, что сказать дальше. Тогда я решил просто сказать, что у меня на сердце. Два простых слова. Помоги мне. Аминь. Я собирался найти Бога. Я сказал себе, что я найду Его в Библии. Бог будет найден в этой книге. Я даже умру, если нужно, для того, чтобы найти Бога в этой книге. Если Бог на самом деле есть, я найду именно в этой книге. Найду Его именно в этой книге. Я посмотрел на эту книгу и подумал, ничего себе, сколько тут страниц. Где я должен начать? Как вообще можно прочитать столько страниц? И когда я открыл Библию, я заметил, что она разделена на две части. Большая часть называлась старой, и та поменьше называлась новой. Мне не очень хотелось читать старое, поэтому я начал снова. Я начал читать книгу Матвея, первую книгу в Новом Завете. Во время чтения я осознал, что читать было нелегко. Я думал, что я читал Шекспира. Там использовался старый английский. Но я не сдавался. Я продолжал искать. Но внутри, внутри меня была такая пустота и сухость, как болезнь. И я должен был, я должен был найти лекарство от этой болезни. Я был уверен, что Бог даст мне это лекарство. Он найдет решение. И я продолжал читать через силу, но это было нелегко. Я читал, 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 столько читал. И, наконец, я дошел до 15 главы Евангелия от Матфея. И здесь Господь Иисус Христос говорит о принятии еды немытыми руками. В моей культуре это важный аспект принятия пищи. Омовение рук перед едой. Я помню однажды во время церемонии Йом-Кипура в Лос-Анджелесе, в день искупления, когда нельзя было есть и пить. Помню, даже у нас питьевые фонтаны в храме были замотаны скотчем. Так вот, я пошел в туалет и уже выходил, когда ко мне подошел пожилой мужчина и положил свою каменную руку мне на плечо. Я был еще ребенком, и я повернулся, ожидая увидеть чуть ли не Бога. И он сказал мне, «Евреи всегда моют руки». И тогда я не знал, что такое быть евреем. И никто мне так и не объяснил. Поэтому я воспринял все буквально. «Ну хорошо, евреи всегда моют руки». Я всегда мыл свои руки, потому что я еврей. Мытье рук для евреев всегда было очень важно. И для Иисуса в Евангелии от Матфея это тоже было важно. И что тут написано? Я сейчас прочитаю вам. И как сам, когда читал в 16 стихе 15 главы Евгелия от Матфея, написано, «Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете? Еще не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человек». Представьте себе, что в тот момент я чувствовал. У меня эта болезнь скверность внутри. А тут Иисус как раз говорит о том, что оскверняет человека. И дальше написано, «Ибо из сердца исходят злые помыслы». У меня есть чувство. У меня есть чувство скверности внутри. Он продолжал убийство, приблюдение, любодеяние. Точнее, описать мое состояние было невозможно. Кражи, лжесвидетельства, хуление – это скверняет человека. А есть немытыми руками не скверняет человека. Как только я это прочитал, я подумал про себя. Он знает меня. Он точно знает меня. Я только что получил самый лучший диагноз своей болезни. Эти мысли охотились за мной из-за того, что я сделал. Мысли стали причиной скверного сердца. Лучше не скажешь. Но, к сожалению, это не решает проблему. Что теперь? Поэтому я продолжал читать, просматривая книгу за книгой, страницу за страницей. И, наконец, я дошел до Евангелия от Иоанна 1 главы. Там, в 1 главе, 29 стихе, описывается еврей Иоанн Креститель. И в этой главе Иоанн Креститель встречает Иисуса в первый раз. Он был ошутомлен. И он сказал те слова, которые записаны здесь, в 29 стихе. Он сказал, «На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Я прочитал это и задумался. Я ничего не знаю о грехах всего мира. Но я знаю грехи Тома Кентера и мое сердце. Мне нужно, чтобы этот грех у меня забрали. Если агнец Божий, которого Иоанн называет Господом Иисусом Христом, если Он может забрать мой грех, я хочу узнать его. И потом, когда Иоанн увидел его второй раз, он сказал то же самое. «Вот агнец Божий». Я задумался о том, что это значит. Что это значит? Что это значит «агнец Божий»? Такое интригующее имя «агнец Божий». Я начал думать над этим. Я вспомнил, что во время пасхального ужина прошлой весной я был у тети Мэри в Цинциннате. Празднование Пасхи – это как день благодарения для нас. Вся семья собралась вместе. Все сидят за столом. Мы читаем хагат и проделывали другие пасхальные ритуалы. И кто-то скажет, что это типичный еврейский праздник, такой же, как и любой другой. Язычники пытались нас убить. «Бог спас нас, теперь давайте есть». И вот мы закончили читать хагату и приготовились уже есть. Вся семья в сборе. И моя жена тоже там была. А со мной рядом сидел мой дядя Питт. Он был невысокого роста. Тетя Мэри была выше его. Дядя Питт был лысым. Его очки были похожи на донышко от бутылки колы. Он курил сигары, жевал фисташки. Он выглядел как еврейский фармацет из Сен-Ценнати. И дядя Питт был совершенно особенным. У него не было ни одного утра, когда тетя Мэри не говорила бы ему, что делать и даже о чем думать. Одним словом, самой главной радостью его жизни было раздражать мою тетю Мэри. Он обошел этим заниматься. Поэтому, когда мы дочитали хагату, тетя Мэри пошла за холодным куриным супом. Ну, куриный суп всегда сверзал к тому времени, как мы дочитали книгу. Поэтому он всегда был холодным. И вот тетя Мэри пошла за супом на кухню. И в этот момент дядя Питт с огоньком в глазах толкнул мне латьем в рот и сказал, «Смотри, о честь!» И тут он сказал нечто совершенно провокационное. Во весь голос. Перед всей семьей он сказал, «Христиане верят, что Христос был пасхальным агнцем». Моментально тетя Мэри ответила ему с кухни, «Питт, закрой рот!» Дядя на лицо распылось в улыбке. И он посмотрел на меня с таким выражением лица. Разве это было не здорово? Но то, что он сказал, что Христос был пасхальным агнцем, просто не выходил у меня из мыслей. И я задумался о том, что это значит «Христос был пасхальным агнцем». Я решил вернуться и почитать о Пасхе. Поэтому я вернулся к исходу, к 12 главе, и перечитал еще раз, что на самом деле произошло. Я не мог поверить, что я упустил значение агнца, когда читал это. Поэтому, когда я перечитал это место, мне стало понятно, что будет ужасная трагедия в каждом доме. Неважно в каком, еврейском или египетском, но в каждом доме будет трагедия, когда умрет первенец. Как у людей, так у животных. И все это произойдет в одну ночь, и это будет последняя десятая казнь. Когда я это перечитал, я заметил, что Бог через Моисея показывает людям очень ясный и надежный путь, как этого избежать. План спасения от грядущей смерти. И я увидел, что Моисей очень ясно говорил, что если ты не хочешь, чтобы погиб твой первенец, то слушай внимательно, потому что я покажу тебе, как этого избежать по Божьему плану. И Моисей сказал, что у каждой семьи в ту ночь должен быть агнец. Не агнец для всего народа, не один агнец на всех, а у каждой семьи свой. Он должен быть из собственного стада. Он должен быть лучшим ягненком в стаде. Это должен быть такой агнец, на которого семья могла бы показать и сказать, вот наш ягненок. Каждый в семье должен знать этого ягненка лично. У меня раньше были собака и кошка. Это тоже самое, если бы мне пришлось взять свою кошку и собаку и что-то вроде этого в нашем бизнесе. Нам тоже приходилось работать с ягнятами. Однажды у нас был ягненок, черненький такой, и он был очень милый. Все в нашей семье были очень близки, привязаны к нему. И когда пришло время его зарезать, мы просто не могли там быть, не могли этого видеть. Поэтому мы позвали мясника и сказали ему, что просто не можем тут находиться. Мы сказали ему, когда мы вернемся, мы не хотим видеть ничего, что может о нем напоминать. А когда ты принесешь мясо, мы не должны знать, какое из них мясо этого черного ягненка. Я помню, когда я подошел к морозилке однажды, моя жена достала одно из упавковок мяса, наши три сына тоже там были, и мы увидели комок черной шерсти на мясе. И мы скричали, он нет! Поэтому нам пришлось все мясо выкинуть. Эта ситуация была очень похожа. Я понимал, каково им, насколько они были привязаны к этому животному. А Моисей сказал им, именно этого ягненка взяли и заботились о нем три дня. Три дня. Три дня. И через три дня Моисей сказал, закалите его. Господь Иисус Христос вырос незаметно. Мы почти ничего не знаем, а не знаем о первых тридцати годах его жизни. Но когда пришло время ему выйти в люди, и как раз об этом и говорит Иоанн Креститель, вот агнец Божий. Он открылся людям на три года. Не три дня, а три года. В последние три года его жизни. Он жил на глазах у людей. За ним постоянно наблюдали, как друзья, так и враги. И в конце концов он сказал, кто из вас обвиняет меня во грехе? И он сказал это своим врагам. Другими словами, кто из вас может указать на недостаток во мне, на что-то нечистое в моей жизни, где я согрешил? И никто ничего не мог сказать. Даже наоборот. Пилат говорил, что не находит в этом человеке никакого греха. Но вернемся к Моисею. Он сказал, заботитесь об этом ягненке три дня, и смотрите, чтобы у него не было никакого недостатка. Убедитесь, что это идеальный ягненок. Убедитесь, что у него нет ничего плохого. И только тогда ягненок будет пригодным. Вернемся в будущее. Когда Христос спросил, кто обвинил его во грехе, и никто ничего не ответил, тогда он был убежден в том, что он пригоден быть агнцем Божьим. Опять к Моисею. Он говорит, возьми и заколи этого ягненка. В том бизнесе по производству антител, в котором работала моя семья, мы жили с 300 козами в течение 10 лет. Я помню первый раз, когда мне пришлось убить козу. Он стал и последним. Потому что мне было противно. Я помню, как держал козу. Помню, как усыпил ее. Помню, как жизнь покинула ее тело. Помню, как она стала холодной. Я помню все это слишком хорошо. И в этот день я сказал себе, что никогда больше этого не сделаю. И не сделал. До сего дня люди, которые работают с козами для производства антител, не могут убивать их. Они должны вызывать ветеринара. Моисей сказал, заколоть ягненка. Это очень драматично. И потом он сказал, соберите его кровь. Библия говорит о том, что жизнь тела в его крови. Затем Моисей говорит, слушайте внимательно. Вот что спасет вас. Возьмите кровь и соп. Подойдите к двери и помажьте ей верхнюю часть и косяки в форме креста, чтобы кровь стекала сверху с двух сторон. Когда Христос был на кресте, его руки были распяты, и на голове у него был черновый венок. Из рук, из головы стекала кровь, так же, как и во времена Моисея, в тот день Пасхи. Кровь стекала с дверей, поэтому Моисей сказал, если исполните это, то Бог увидит кровь и пройдет мимо вашего дома. Так же Иисус на кресте, рука, рука, голова и кровь. Евреи могли посмотреть и сказать, что помнят, что в исходе, в 12 главе, Бог говорит, если увижу кровь, то пройду мимо. Если это мой Агнец, если тот, кто на кресте, мой Агнец, то будет Пасха. Что произошло? Бог и правда прошел мимо. Если кровь была на двери. Если бы вы были из еврейской семьи, вы подумали бы, с какой стати я должен убивать своего лучшего Игненка? Я посижу здесь, в дверях, поразмышляю о грядущих нечастях. Но пришла смерть. И если кто-то подумал, так уже быть, я убью Игненка, но не буду мазать кровью косяки, тогда опять смерть. Необходимо следовать за планом спасения. Бог сказал, вот ваш путь спасения. Я все сделал для вас, просто исполните его. Просто, пожалуйста, исполните его. Не сложно догадаться, что больше всего волновался об исполнении плана первородный сын. Можно представить себе, когда отец вернулся домой, сын подбегает к нему и со словами. Отец, ты точно все сделал, ты все сделал правильно. Моя жизнь на кону. Ты уверен, что все ты сделал правильно. Поэтому необходимо следовать плану спасения. И слово исход по-еврейски, Пейсах, слово Пейсах, которое сейчас используется в Израиле, означает освобожденный, пропущенный. Например, если бы кто-то собирался в армию и набирали бы самых лучших. Капитан бы читал имена из списка. Например, там, Джон и так далее. Доходит очередь до Мойши. А у Мойши плоскостопие такое, что даже бегать не может. Тогда капитан бы сказал, Мойша, Пейсах. Пейсах, что означает свободен, пропущен. Ты не проходишь. И это есть это слово. Ты не проходишь. Поэтому вопрос в том, получила ли семья освобождение от смерти и крови. И вот, я читаю это и размышляю обо всем, не обсуждая это ни с кем. И мы ехали в машине через всю страну из Сан-Диего. И я говорю своей жене, я думаю, что становлюсь религиозным. Она молча слушала. Я продолжил, но ты знаешь, я не могу пойти в церковь. Я должен вернуться туда, откуда я происхожу, в храм, в синагогу. Когда мы приехали в Сан-Диего, я позвонил в самую большую синагогу в городе. Реформистскую либеральную синагогу. Позвал Равина и сказал ему, я читал исход 12 главу о том, что произошло в ту ночь. Равин тут же сказал мне, подожди. Я должен тебе сказать, что не верю в то, что существовал человек по имени Моисей. Я был шокирован. Я хотел обсудить, что Бог написал через Моисея. Я не собирался спорить о том, существовал ли Моисей. Поэтому сказал, извините, я ошибся на меня. Простите за беспокойство. И повесил трубку. Я задумался о том, что мне делать дальше. Эту синагогу я нашел в воскресной газете. Поэтому я продолжил читать газету, ну а может быть попробовать ортодоксальный иудаизм. Может быть я в детстве все не так понимал. Может надо попробовать ортодоксальный иудаизм. И поэтому я собрался пойти в ортодоксальный храм. Ну на самом деле не было храма. Они встречались у кого-то дома, глухое. Я пришел туда, слушал Равина. Ну на самом деле был единственным, кто его слушал. Все остальные разговаривали, как обычно. В конце служения я подошел к Равину и спросил, можно ли с ним поговорить. Он согласился. Мы отошли в сторону и сказал Рэбби, мне кажется, что может быть Иисус был Мессией. Он остановил меня и сказал, остановись. Это был первый и последний раз, когда ты произнес это слово в этом месте. Если ты хочешь это слово когда-нибудь еще рассказать, то не приходи сюда. Я подумал, хорошенькое начало. Я пришел домой, опять открыл газету, стал смотреть, куда я могу пойти. И увидел, что одна баптистская церковь будет показывать фильм об Израиле. Меня всегда учили, потому что мой дедушка был раввином в Вирджинии, что церковь это не то место, куда евреям стоит идти. Это место, где делают кресты для куклок с клан, которые сжигают потом рядом с твоим домом, а потом будут гоняться за тобой, обвиняя тебя в том, что ты убил их Бога. Поэтому, будучи евреем, ты не должен ходить в церкви, разве что в католическую церковь, чтобы увидеть золото на стенах. В Ватикан это одно, но в любую другую церковь евреи не ходят. Я думал, что несмотря на то, что это баптистская церковь, они показывают фильм о родной земле евреев, Израиля. Как такое может быть? Поэтому я решил попробовать. Пошел на фильм, сел на последний ряд, поближе к двери. Мой план был посмотреть фильм и уйти как можно скорее. Поэтому я сидел, смотрел фильм Билли Грэма, который называется «Его земля» про Израиль. Хороший фильм. Я готов уйти в любой момент. Фильм закончился. Я встаю, чтобы уйти, и вдруг пожилая женщина подходит ко мне, кладет мне руку на плечо и говорит, «Ты еврей? Разве нет?» Я испугался и сказал, «Откуда вы узнали?» У меня что, на лице написано «Иерусалим»? «Почему вы думаете, что еврей?» Она сказала, «Успокойся, успокойся». Бабушка нашего пастора была еврейкой. Поэтому я согласился встретиться с пастором. Мы сидели у него в офисе. Мы говорили обо всем, об этом, о том, что я вам рассказал, о том, что я читал, но я не говорил ему о чувстве нечистоты внутри. «Не-не-не-не, это было слишком личное». Я сказал ему, что мне интересно читать Библию. Он мне ответил, «Очень интересно то, что ты мне сейчас говоришь. Ты веришь всему этому, что написано в Библии?» Я сказал, «Да». И он сказал, «Разреши мне показать тебе один стих». Он открыл Библию, книгу Иоанна, самую первую главу, и сказал, «Я хочу показать тебе стих, и хочу, чтобы ты сосредоточился на двух словах». Стих, который он мне показал, очень интересен. Если посмотрите на стих, который идет перед этим, он мне показал стихи 11 и 12. В 11 стихе написано, «Пришел к своим». Он объяснил, что это были евреи. И дальше. «И свои его не приняли». Я подумал, что это еще преуменьшение. Потом он читал 12 стих. «А тем, которые приняли его…» Пастор мне сказал, чтобы я запомнил слово «приняли». «А тем, которые приняли его, верующие во имя его, дал власть быть чадами Божьими, верующими во имя его». Запомните второе слово «верующие во имя его». Он сказал, «Я так понимаю, ты веришь многому из этой книги». Я ответил, «Да». Он сказал, «Я могу тебе сказать, что у меня есть книга, и я хотел бы тебе ее дать, и ты мог бы мне сказать, что веришь в это, в то, что я могу тебе отдать эту книгу, что, наверное, я такой щедрый человек. Но пока ты не заберешь книгу у меня из рук, ты ее не принял». Я спросил, что это значит. Тогда он тоже спросил, «Ты когда-нибудь принимал Господа Иисуса Христа?» Я ответил, «Я не думаю, что я понимаю, о чем вы говорите. Принять Господа Иисуса Христа?» «Как это сделать?» Он сказал, «Я тебе расскажу». «Тебе нужно помолиться Богу». «Когда ты молишься Богу, тебе необходимо затронуть четыре аспекта». Во-первых, ты должен признаться перед Богом, что ты грешник. Я сказал, «Послушайте, вы даже не знаете меня, и я не собираюсь вам рассказывать о своем прошлом, но поверьте мне, сказать Богу, что я грешник, не проблема. Если Он об этом не знает, я Ему могу список показать». Пастор продолжил, «Во-вторых, ты должен сказать Богу, что ты ненавидишь свой грех». Я сказал, «Вы не знаете меня, и даже не представляете себе, насколько я ненавижу свой грех. Этот грех, как болезнь внутри меня, доводящий меня до безумия, я чувствую себя грязным». В-третьих, ты должен сказать Богу, что веришь в Него, что написано о Нем, о том, что Бог стал человеком, совершенным человеком, единственным, совершенным человеком, чтобы Он мог стать агнцем Божьим, совершенным агнцем Божьим. Чтобы Он мог умереть за твои грехи. Чтобы ты мог довериться Ему. Чтобы ты мог посмотреть на крест и сказать, «Это моя кровь, это та кровь, на которую я полагаюсь». Чтобы когда Бог говорит, что Он пройдет мимо, когда увидит кровь, ты мог бы сказать, «Это кровь, потому что ты веришь в смерть Иисуса Христа». Вот для этого Он пришел. А потом был воскрешен через три дня, чтобы доказать, что Бог был доволен. Отец был доволен Его смертью. И четвертое, самое важное, это когда ты перестаешь быть простым зрителем и становишься участником. Зритель – это лишь тот, кто видит, что происходит, и знает факты. А участник – это тот, кто встает с места зрителя и говорит, что готов участвовать в этом. Это когда ты знаешь, что это для тебя. Когда ты открываешь дверь своего сердца нараспашку и говоришь, «Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Спасителем. Будь моим личным Спасителем. Будь Богом моей жизни». Вот что нужно сделать, чтобы принять Бога. Ты готов это сделать? Он подождал немного. Я про себя подумал, «У меня ужасная болезнь». Я все перепробовал, чтобы избавиться от нее. Ничего не получилось. Этот мужчина рассказал мне о том, как я могу принять агнца Божьего в сердце. Библия говорит, что он агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. И я сказал, «Да, я готов это сделать». Я склонил голову, и пастор сказал мне, «Не волнуйся о словах, я скажу, что нужно, но обязательно убедись, что каждое слово, которое ты скажешь, будет исходить из твоего сердца к Богу, а не для того, чтобы я их услышал». Я склонил голову и помолился молитвой грешника. «Господи Иисусе, я грешник. Я ненавижу свой грех. Я верю, что ты, как Бог, стал человеком, совершенным человеком, и пострадал на кресте, как человек, и умер за мои грехи. И на третий день ты воскрес из мертвых. И теперь, Господь, я открываю дверь своего сердца нараспашку для тебя. Я бросаю все свои оружия пред тобой. Я сдаюсь и говорю, «Господи Иисусе, пожалуйста, войди в мое сердце. Будь моим спасителем. Будь моим Богом вечно. Прошу, спаси меня от моих грехов. Спасибо, что в Твоем слове написано, что кто призовет имя Господа, спасется. Во имя Иисуса. Аминь». И когда я поднял глаза после молитвы, моментально это чувство грязи, развораченности, нечистоты внутри меня исчезло. Просто ушло безвозвратно. Никогда не вернулось. Вот никогда не вернулось. Вот уже 40 лет у меня не было амнезии. Я прекрасно помню, чем я занимался в своем прошлом. Я помню это, но последствий больше нет. И это чувство нечистоты, а сквернение просто исчезло. Как будто жало пчелы вынули из меня, и я был свободен. Это первое, что произошло со мной. Второе, это то, что каким образом, не знаю каким, но я знал, что Бог и я теперь можем общаться. Я никогда об этом раньше не думал. И я почувствовал себя свободно. Я понял, что Бог может быть моим другом. Мы можем построить отношения и общаться. Я сказал спасибо пастору и вышел. И теперь я знаю, что в сентябре 1970 года для Тома Кентера началась новая жизнь. Это был новый день. Это был тот день, когда на небесах Тома Кентеру выписали свидетельство о рождении. Это тот день, когда я родился второй раз. Мне было 19 лет, и я родился второй раз. Это была новая жизнь. И с того времени она изменилась. Чудесная жизнь. Я ученик, Бог-учитель, мы друзья. Он учит меня многому, держит меня за руку. Когда я один, Он всегда со мной. Вот кем Господь Иисус Христов стал для меня. Мой Бог, мой Спаситель, мой друг. Авраам был другом Бога. Это замечательно, когда ты можешь сказать Богу, что ты мой друг. Это правда. Потому что война окончена. Греха больше нет, потому что все обиды были прощены. Потому что Божья праведность стала моей. И я надел ее, как куртку. Все из-за креста. Потому что там, на кресте, Бог стал человеком, взял мои грехи на себя и умер за мои грехи. Я был оправдан. Я ничего не сделал. Ничего не сделал. Кроме того, что сказал ему, что я грешник. Что я ненавижу свой грех. Что я верю, потому что Библия говорит, я поверю. Я пригласил его в свое сердце. Это все, что я сделал. Но он спас меня. И сделал меня детем Божьим. Он оправдал меня. Дал мне вечную жизнь. Он усыновил меня. Все это произошло. Все это сделал Бог, когда я последовал его пути, его плану спасения, который Моисей описал в книге «Исход». Потому что, когда он увидел кровь, он перевел меня из категории смерть и ад в категории усыновления и небеса. Это был чудесный день. Это так важно, прийти к Господу Иисусу Христу. Я хочу рассказать вам одну историю из моей жизни. Когда мы жили за городом, за Сан-Диего, для нашего бизнеса по производству антител на холме с тремя стами козами у нас был сосед, пенсионер, капитан военно-морского флота. Его звали Лэри Раст. Лэри был хорошим соседом, но совершенно не хотел слышать о Боге. Я пробовал говорить с ним пару раз, но он сразу заканчивал разговор. Поэтому я с ним не очень много общался. И однажды я узнал, что у Лэри нашли рак простаты. Он был в больнице в центре Сан-Диего, в больнице Бабо для военно-морских служащих. Поэтому я задумался, я осознал, что Лэри почти никогда не слышал об Иисусе Христе, и у него был рак простаты. Я пришел к нему туда со своей большой черной Библией. Раковые пациенты в то время находились в цокольных этажах. Я спустился туда, спросил медсестру, где комната Ларри Раста. Она мне показала это место. Я пошел туда со своей большой черной Библией, и как только я вошел в дверной проем, еще даже не в комнату, Лэри увидел мою большую черную Библию и закричал, «Нет, нет, нет, никакого Бога, нет! Уходи отсюда! Никакой Библии! Никакого Бога!» Он кричал, и мне было очень неловко. Поэтому я сказал, что я ухожу! К этому я повернулся и ушел. Я подумал, что надо было дать ему еще пару дней, чтобы он успокоился. И через пару дней вернулся туда, спустился в цокольный этаж, нашел медсестру, спросил, где Ларри Раста. Она посмотрела на меня и сказала, «А кто вы такой?» Я подумал, что это странно, но ответил «Том». Она посмотрела на меня и сказала, «Значит, вы и есть, Том!» Это было очень странно. Она продолжала, «Я хочу вам кое-что рассказать, Том!» Ларри Раст умер прошлой ночью, но всю ночь он кричал изо всех сил и говорил, «Том! Том! Где Том? Приведите Тома! Приведите Тома!» Я развернулся и ушел и решил для себя, что такое не повторится. Я обязательно расскажу Евангелие таким людям, как Ларри Раст, прежде, чем будет слишком поздно. У каждого своя история. Я слышал много разных историй о том, как люди приходят к Иисусу Христу. И все приходят совершенно с разных культур. Я слышал о том, как мусульмане приходили к Богу, африканцы совершенно разных мест, много-много людей и много путей к Иисусу Христу. Но только один путь к Богу, только через Иисуса Христа. Но много путей к Нему. Я только что рассказал вам о своем пути, как я пришел к Иисусу Христу. А как насчет вас? А вы, мой друг, вы тоже можете к Нему прийти, потому что у Него есть место для вас. Он хочет, чтобы вы пришли к Нему. Он любит вас. Его сердце разбивается по вам. Он хочет, чтобы вы вернулись к Нему. Он хочет, чтобы вы вернулись к Нему, и Он открыл для вас путь. Чтобы вы могли вернуться, когда Он пришел на землю, Он стал человеком. Он не обязан был делать это. Он многое пережил. И это Он не обязан был делать. Это был Бог, Творец, Господь Иисус Христов, Которому пришлось столько пережить, потому что Он хочет, чтобы вы вернулись к Нему. Потому что Он знает день, когда вы вернетесь. Он будет так счастлив. Он умер на кресте, хотя и не должен был. Он пошел по этому пути, хотя и не должен был. Он пошел по этому пути, хотя не должен был. Он мог бы остановиться в любое время. Он мог бы просто сказать, игра закончена. Все кончено. С меня хватит. Он мог, но он этого не сделал. Но он продолжал идти до конца, когда его распинали на кресте. Они могли бы и не привязывать его руки и ноги. Он все это отдал. Он отдал свои руки и ноги. Ему было больно. Он был прибит ко кресту. И Бог Отец отвернул свое лицо от него, когда Иисус стал грехом, взяв грехи всего мира на себя. Он кричал, Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня? Бог оставил его. Это самая ужасная боль, которую он когда-либо переносил и перенесет за всю вечность. Он был отделен от Бога из-за нашего греха, из-за моего греха. Он боролся за нас, как великий воин, на кресте, переживая всю эту боль. Ему предложили наркотики в самом начале казни. Он отказался, чтобы пережить смерть для каждого из нас. Он вкусил смерть за тебя. И потом, когда все закончилось, когда он понял, что все сделано для нашего спасения, его последние слова были «совершилось». и потом он умер за тебя. И отец, посмотрев на все это, мог сказать лишь одно слово «удовлетворен». Даину по-еврейски «достаточно, хватит». И затем он воскресил его из мертвых. И теперь он зовет тебя по имени. Он зовет тебя прийти домой. Пожалуйста, возвращайся домой. Вернись к Богу. Приди к Богу. Будь спасен от своих грехов. Бог ждет тебя. Готов ли ты это сделать? Готов ли ты сделать это сегодня? Готов ли ты сделать это прямо сейчас? Если ты готов, склони свою голову вместе со мной. Молись со мной от всего сердца Богу. Молись так. Господи Иисусе, я бегал от Тебя всю мою жизнь. Мой грех, мое чувство вины переполняет меня. Я грешник. Я согрешил против Тебя. Я грешник. Я ненавижу свой грех. Я верю, Господи, потому что ты записал в своей книге, что ты, будучи Богом, стал человеком, совершенным человеком, чтобы ты мог стать агнесом Божиим. Ты пошел на крест добровольно. И ты отдал свою жизнь и умер за мои грехи. И на третий день ты воскрес. Спасибо, Господи. Господи, я берусь за ручку двери моего сердца и открываю его нараспашку. Без остатка. Я молюсь. Пожалуйста, Господи Иисусе, войди в мое сердце. Будь моим спасителем. Моим Богом навсегда. Да. Пожалуйста, Господь, спаси мою душу от моих грехов. Спасибо, что ты делаешь это. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы молились этой молитвой от сердца к Богу, это самое лучшее, что вы могли сделать. Потому что Бог всегда готов помочь слабым. Он всегда открыт к слабым и нуждающимся. Если ты молился этой молитвой, то ты спасен. Потому что в Библии написано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ты можешь рассчитывать на Бога. Ты теперь дитя Божье. Ты теперь дитя Божье.